Ма, дверь шумит. Всё нормально. Доброе утро. Здравствуйте. Эй, всё в порядке, тише. Мне сказали, вы проснулись. Да. Оставьте тут. Всё хорошо, Джек. Эй, Джек. Как дела? Я доктор Миттелл. Ты ещё спал, когда приходил утром. Есть хочешь? Будешь завтракать? Да, ты точно голоден. Доктор принёс завтрак. Посмотри, что у нас тут. Оладьи и фрукты. Давай попробуем. Ух ты. Оладьи. Выглядят здорово. Очень-очень вкусно. Попробуешь? С сиропом. Всё хорошо. Он очень сладкий. Итак. Я принёс подарки. Очки от солнца. Хорошо. Так вам будет комфортнее выходить на улицу и ещё. Солнцезащитный крем в основном для Джека. Это важно. Тоже для Джека. Это обязательно? Ну, в воздухе полно микробов, которым он ещё не адаптирован. И мой коллега прописал вам вот это – от боли в запястье, пока вас не направят на операцию. А это поможет спать. Принимайте, если нужно. Ладно. Спасибо. Давай, Джек. Попробуй, Оладьи. Вы уже подумали о том, что мы обсуждали утром? Да, я подумала об этом. Спасибо вам, но я очень хочу домой. Хорошо. Меня вы услышали. Да. То, через что вы с ним прошли, и чтобы обследовать Джека лучше… С Джеком ничего не делали. Да-да, я понимаю. С ним же всё будет хорошо. Самое главное, что вы выбрались оттуда, пока он ещё пластичен. Что? Я не пластиковый. Что, Джек? Он говорит, что он настоящий, а не из пластика. Ты меня подловил, Джек. Ты настоящий и очень храбрый. Мы устали ждать! Да, обсудим это позже. Пап, вы могли сказать? Папа! Простите, мы не могли больше ждать. Ничего, ничего страшного. Привет, Джек. Спасибо, что спас нашу девочку. Я в мире уже 37 часов. Я видел оладьи и лестницы, и птиц, и окна, и сотни машин. И облака, и полицию, и докторов, и бабушку с дедушкой. Но Ма говорит, они больше не живут вместе в доме с гамаком. Теперь там живёт бабушка и её друг Лео, а дедушка живёт далеко. Мне жаль. Жаль. Субтитры подогнал «Симон»